Когда он наклонился к ней, услышала дыхание. — К чему ты пришла? — Я сделаю, как ты захочешь. Он так и предполагал, и все равно почувствовал облегчение. Он принес маленькую наплечную сумочку, лежавшую у стены, достал из нее нож. Лезвие было узким и очень острым, он положил его осторожно, словно котенка на ее колени. — В то самое мгновение, когда ты поймешь, что она знает что-то, чего знать не должна, ты ударишь ее. И не один раз, а два или три удар должен быть направлен в грудь. И когда вытаскиваешь стилет, поднимай его кверху. Потом позвонишь Тургейру и дождешься, пока мы тебя заберем. У тебя шесть часов, не больше. Ты знаешь, что я верю в тебя. Ты знаешь, что я люблю тебя. Кто может любить тебя больше, чем я? Она хотела что-то сказать, но осеклась. Он понял, что было у нее на языке. — Генриетта? — Бог, — сказала она. — Я верю в тебя, — повторил он. — Любовь Бога и моя любовь — это одно и то же. Мы свидетели рождения нового мира. — Ты понимаешь, что я тебе говорю? — Понимаю. Он пристально посмотрел ей в глаза. Его все еще грызли сомнения. Но он должен быть уверен, что поступает правильно. Он проводил ее. — Анна уезжает, — сказал он Тургейру. Они сели в одну из стоявших во дворе машин. Эрик сам завязал повязку на ее глазах и проверил, не видит ли она что-нибудь. Потом надел на нее звуконепроницаемые наушники. — Езжай в объезд, — тихо сказал он Тургейру. — Пусть она подумает, что это где-то далеко. В половине шестого машина остановилась. Тургейр снял с нее наушники и повязку и сказал, чтобы она досчитала до пятидесяти, прежде чем откроет глаза. — Бог видит тебя, — сказал он. — Он будет недоволен, что ты подсматриваешь. Он помог ей выйти из машины. Анна досчитала до пятидесяти. Она сначала не поняла, где находится. Потом сообразила. На Марья Гаттон. У подъезда Линды. Глава сорок восьмая Весь вечер седьмого сентября Линда с восхищением наблюдала, как отец пытается собрать все разрозненные нити в нечто единое. Разработать план, как они вот-вот двинутся дальше, что-то сдвинут в этом, зашедшем в тупик следствии. За эти часы она убедилась, что похвалы, адресованные ее отцу коллегами, а иногда и газетами, вовсе не были преувеличенными. Журналисты, правда, чаще нападали на него. За его, мягко говоря, неприветливое поведение на пресс-конференциях. Она поняла, что он не просто опытный и талантливый следователь, но еще и обладает могучей волей и, самое главное, способностью заражать всех своим энтузиазмом. Она вспомнила, как ее товарищ по курсу как-то пригласил их на хоккейный матч. Его отец был тренером хоккейной команды в первой лиге. Они даже зашли в раздевалку во время перерыва, и теперь она подумала, что у того тренера тоже это было. Он умел вести людей за собой. После двух периодов его команда проигрывала четыре шайбы, но он убеждал их не падать духом, не сдаваться. И в последнем периоде им почти удалось спасти матч. Интересно, удастся ли отцу переломить ход событий? Найдет ли он зебру, пока ничего не случилось? В течение дня ей несколько раз приходилось покидать комнату совещания или пресс-конференцию, где она стояла позади всех и слушала. Кишечник всегда был ее слабым местом, а от страха у нее начинался понос. У отца же наоборот. Кишки были, по-видимому, луженые. Он иногда, потрунивая над собой, утверждал, что у него желудочный сок, как у гиены, как известно, самый едкий во всем животном мире. Зато у него бывали головные боли, продолжавшиеся иногда по несколько дней. Снять их удавалось только какими-то очень сильными таблетками, отпускаемыми по рецепту. Линде было страшно, и она понимала, что страшно не только ей. Ей казалась странной, почти нереальной та спокойная сосредоточенность, с какой работали окружающие ее люди. Она пыталась догадаться, о чем они думают, и не могла. Ничего, кроме крайней сосредоточенности и целеустремленности, она вдруг поняла то, чему ее никогда не учили. Бывают ситуации, когда самое важное — не потерять контроль, держать в узде свои собственные страхи. Без этого следствие моментально превратилось бы в полный хаос. В начале пятого, перед началом пресс-конференции, она наткнулась на отца. Он ходил взад-вперед по коридору, как тигр в клетке. Он то и дело посылал Мартинсона посмотреть, сколько собралось народа, сколько телекамер установлено, присутствует ли тот или иной журналист. По его тону было ясно, что он в глубине души надеется, что их нет. Он был в клетке. Скоро откроется проход, и его выпустят на арену. Когда вошла Лиза Хольгерсон и сказала, что пора, он буквально ворвался в комнату для пресс-конференции. Не хватало только рыка. Линда стояла у дверей. На небольшом помосте в другом конце комнаты сидела Лиза Хольгерсон, свартман и отец. Она все время боялась, что он сорвется. Если вдруг прозвучит какой-нибудь неудобный для него вопрос, настолько напряженным он выглядел. Она понимала, что больше всего его бесит, что он теряет драгоценное время. Но стоявший рядом Мартинсон сказал, что пресс-конференции иногда очень полезны для следствия. Начинают поступать сведения от общественности, а в их положении это самое главное. Но он не потерял самообладание. Он вел пресс-конференцию, как вел бы ее, глухой. Она не смогла бы придумать лучшего сравнения. Он говорил с такой серьезностью, как будто бы и не слышал ничего, кроме своей внутренней тревоги. Он говорил только о зебре. Раздали фотографии, показали ее портрет на экране. Где она? Кто-нибудь видел ее? Это было самое важное. Он избегал длинных и подробных разъяснений, отвечал коротко, отметал вопросы, на которые не считал нужным отвечать. Он говорил только то, чего не сказать было просто нельзя. Есть какая-то связь? И мы пока ее не до конца понимаем, закончил он. Пожары в церквах, две убитые женщины, сожженные заживо животные. Мы даже не до конца уверены, что эта связь есть, но мы совершенно уверены, что девушке, о которой идет речь, угрожает опасность. Какая опасность? Кто опасен? Что вы еще можете сказать? Недовольные журналисты засыпали его вопросами. Линда заметила, как он поднял невидимый щит. Он снова стал глухим. Вопросы отскакивали от него без ответа. Лиза Хольгерсон не сказала ни слова. Она просто вела пресс-конференцию, указывая на того или иного журналиста. «Свартман!» подсказывал отцу детали следствия. Конференция закончилась как-то внезапно. Он поднялся с таким видом словно терпения, его пришел конец, поклонился и вышел из комнаты. Журналисты выкрикивали вслед вопросы, но он только поводил плечами. После чего он взял куртку и ушел. «Он всегда так делает», — сказал Мартинсон. «Ему надо себя выгулить. Как будто бы он сам себе собака. Сделает круг и придет». Через двадцать минут он ворвался в коридор. В комнате для конференции стопкой лежали привезенные разносчиком пиццы. Он закричал, что «некогда жрать», что «надо торопиться», — накричал на девчушку из канцелярии. Она якобы не принесла ему какие-то бумаги и захлопнул дверь в комнату. «В один прекрасный день он захлопнет дверь и выкинет ключи», — прошептал ей в ухо сидевший рядом Стефан Линдман. «Мы превратимся в каменные статуи, и лет эдак через тысячу нас найдут при раскопках». Вошла только что приехавшая из Копенгагена Анн Брит. У нее была такая одышка, как будто она бежала всю дорогу туда и обратно. «Я говорила с этим Ульриком Ларсеном», — сказала она и протянула Линде фотографию. Это был тот, самый, кто угрожал ей, если она не перестанет разыскивать Тургейра Лангоуса, а потом шип ее с ног. Он изменил показания. Теперь уже и речи нет об ограблении. Но по-прежнему отрицает, что угрожал Линде. Какое-либо другое объяснение дать отказывается. Он, вообще говоря, довольно странный священник. Прихожане говорят, что в последнее время его проповеди просто дышали ненавистью. Курт Валлендер прервал ее, подняв руку. Это очень важно. Что значит «в последнее время»? И в каком смысле дышали ненавистью? Анн Брит полезла за блокнотом. Последнее время я поняла так, что в последние несколько месяцев. А насчет того, что дышали ненавистью, он все время только и говорил о судном дне, о кризисе христианства, безбожьей и страшном наказании, которое постигнет всех грешников. Ему уже делали замечание. И община в Гентофе, и епископ. Но он продолжал свое. — Надеюсь, ты спросила самое важное. Линда не поняла, что он имеет в виду, но когда Анн Брит ответила, она почувствовала себя дурой. Его точка зрения на аборты? Я его спросила напрямую. И что он ответил? — Ничего. Сказал, что не хочет со мной разговаривать. Но в своих проповедях он не раз говорил, что аборт — страшное преступление, а за страшное преступление полагается страшное наказание. Она коротко изложила свои выводы. Пастор Ульрик Ларсен каким-то образом замешан в происходящем. Но в чем и как? На это ответа пока нет. Она села. Открылась дверь, и вошел Нюберг. Теолог пришел. Линда огляделась. Похоже, никто, кроме ее отца, не понял, о ком идет речь. Давайте его сюда. Нюберг скрылся. Курт Валлендер пояснил. Мы с Нюбергом все пытались понять. Что там такое понаписано в этой Библии, найденной в избушке на Курихножко, где убили Бергитту Мэтберг? И не поняли. Кто-то вписывал в текст поправки, прежде всего, в Откровение Иоанна, послание к римлянам и в отдельные места Ветхого Завета. Но что это за поправки? О чем они говорят? Есть ли в них какая-то система? Мы поговорили со Стокгольмом, но у них нет экспертов в этой области. Тогда мы обратились в Теологический институт при Лунском университете. Доцент Ханке обещает нам помочь. Встречайте. Доцент Ханке, ко всеобщему удивлению, оказалась красивой женщиной с длинными светлыми волосами. В черных кожаных брюках и свитере с глубоким вырезом. Линда заметила, как встрепенулся отец. Он вышел из-за стола, пожал ей руку и указал на специально поставленный стул рядом с Лизой Хольгерсон. — Меня зовут София Ханке, — сказала она. — Я доцент. Моя докторская диссертация посвящена изменению христианской парадигмы в Швеции после Второй мировой войны. Она открыла портфель и достала Библию, ту самую. — Необыкновенно увлекательно, — сказала она. — Пришлось читать сильной лупой, но я расшифровала все записи. Прежде всего, я хочу сказать, что писал один и тот же человек. И даже дело не в почерке, если вообще можно говорить о почерке, когда такие мелкие буквы. Нет, главное — содержание. Я, конечно, не могу сказать, кто это писал и зачем, но в этих записях есть система, или, вернее сказать, логика. Она открыла блокнот и продолжила. — Я приведу пример, чтобы лучше объяснить, о чем я говорю. Что я по этому поводу думаю и вообще, что это все собой представляет. Седьмая глава послания к римлянам апостола Павла. Она прервалась и оглядела комнату. Кто из вас хорошо знаком с библейскими текстами? — Вы же не проходили это в полицейском училище? Все смущенно покачали головами, а Нюберг неожиданно заявил. — Я каждый вечер читаю отрывок из Библии. — Чтобы быстрее уснуть. Все заулыбались, а София Ханке засмеялась. Ей очень понравился комментарий Нюберга. — И я могу это понять, — сказала она. Да и спросила я больше из любопытства. В седьмой главе, где речь идет о склонности человека к греху, говорится «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Между строками писавший меняет местами добро и зло. «Злое, которого хочу, делаю, а доброго, которого не хочу, не делаю». Все поставлено с ног на голову. Один из основополагающих тезисов христианства — человек стремится к добру, но по каким-то причинам всегда находит причины сделать зло. Но измененный текст говорит, что люди даже и не хотят делать добро. Есть и другие похожие записи. Пишущий все время меняет местами посылки и выводы, ищет новый смысл. Легче всего, разумеется, склониться к мысли, что это сумасшедший. Полно историй, и часть из них наверняка правдивы о людях, долгое время находящихся в психиатрических учреждениях, которые все свое время посвящают сочинению новых библейских книг. Но в нашем случае мне не кажется, что он сумасшедший. Во всех его записях присутствует некая, я бы даже сказала, напряженная логика. Можно думать о том, что этот человек ищет в Библии какой-то доселе скрытый смысл, что-то зашифрованное, то, чего нет в словах, он или, может быть, она, ищет между слов. Таково мое мнение. Она замолчала и снова огляделась. Могу привести еще примеры, но я понимаю, что у вас мало времени. Лучше задавайте вопросы, а я постараюсь на них ответить. — Логика, — сказал Курт Валлендер. — Какая логика может быть в этом абсурде? — Далеко не все в записях абсурд. — Есть очень ясные и простые мысли, — она полистала блокнот. — Там не только записи между строками, где он подправляет Библию, есть и другие записи прямо на полях. Вот, например, жизнь научила меня простой мудрости. Кого Бог любит, тот и счастлив. Линда видела, что отец проявляет все больше нетерпения. — Почему люди так поступают? — Почему мы находим священное писание в хижине, где зверски убили женщину? — Это, конечно, может быть, религиозный фанатизм, — сказала София Ханке. Он острожился. — Объясните. — Я всегда привожу пример с Леной-проповедницей. Была давным-давно такая служанка в Эстер-Йотланде. Ей было откровение, и она начала проповедовать. Через какой-то срок она очутилась в сумасшедшем доме, но такие люди всегда были и всегда будут религиозные фанатики. Они либо живут как отшельники, либо пытаются собрать вокруг себя группу последователей. Большинство из них искренне верят, что действуют так, как повелел им Бог. То есть выполняют веления Господа. Конечно, среди них попадаются и обманщики. Они просто разыгрывают из себя слуг Божьих. Чаще всего с целью добиться каких-то материальных или сексуальных преимуществ. Они используют религию как орудие охоты, своего рода капкан, и ловят в него добычу, но таких единицы. Большинство, какими бы помешанными они ни были, проповедуют свою веру и организуют свои секты с самыми благими намерениями. И даже если они совершают злодейство вроде этого, то всегда находят способ оправдать его перед Богом. И, кстати, очень часто именно с помощью библейских текстов. — И можно найти такие мотивировки в нашем случае? — спросил Валлендер. — Это я и пытаюсь объяснить. Разговор с Софией Ханки продолжался еще какое-то время, но Линда заметила, что отец потерял к нему интерес и думает о чем-то другом. Похоже, никакого ответа толкования теолога ему не дало. — Или я ошибаюсь? — подумала она. Она попыталась прочитать его мысли. В этом она практиковалась с детства. Но одно дело, когда они были наедине, и совсем другое — в набитом людьми конференц-зале управления полицией. Нюберг пошел проводить Софию Ханки. Лиза Хольгерсон открыла окно, и настала очередь картонок с пиццей. Вернулся Нюберг. Люди входили и выходили, говорили по телефону, пили кофе. За столом остались только Линда и ее отец. Он посмотрел на нее отсутствующим взглядом и снова погрузился в размышления. — Глухой? — снова подумала она. — Лучшего слова не подберешь. — А как бы он меня описал? — Если он сам глухой, то какая я? Она ничего не придумала. Снова стали собираться люди, окно закрыли, дверь тоже. — Похоже, на начало концерта, — подумала она. Когда ей было лет тринадцать-четырнадцать, отец иногда брал ее на концерты в Копенгаген или в Хельсенборг. В ожидании дирижера зал постепенно затихает. Вот он уже встал за пульт, но тишина еще не полная. Один за одним угасают последние шепотки. Линда просидела все совещание молча, да никто ее ни о чем и не спрашивал, словно бы она была случайным посетителем. Несколько раз отец посмотрел на нее, но ничего не сказал. Если Бергитта Медберг посвятила свою жизнь поиску старых заросших тропинок, то отец настойчиво искал тропинки, по которым можно было куда-то двигаться. Казалось, терпение его безгранично. Но она-то знала, что он все время слышит, как тикают невидимые часы быстро и громко. Это было его выражение. Он как-то навещал Линду в Стокгольме, и она попросила его рассказать друзьям о своей работе. Он говорил, что в определенных ситуациях, особенно если кто-то в опасности, в груди у него, где-то справа, начинают тикать часы. Он терпеливо всех выслушивал. Раздражаясь только тогда, когда кто-то отклонялся от главного вопроса «Где зебра?». Совещание шло непрерывно, хотя то и дело кто-то куда-то дозванивался, трезвонили телефоны, кто-то выходил и возвращался с очередной кипой бумаг или фотографий. «Это как сплавляться по порожистой речке», — сказал ей Стефан, когда в комнате остались только он, Курт Валлендер и Линда. Было уже восемь часов вечера. Главное — не перевернуться. Если кого-то потеряем, надо снова втаскивать на борт. Это были единственные его слова за весь вечер, обращенные непосредственно к ней. И она молчала, только слушала, не высказывая своего мнения. В четверть девятого после очередного перерыва Лиза Хольгерсон опять закрыла дверь. Ничто не должно их беспокоить. Отец снял куртку, закатал рукава темной синей сорочки и встал у штатива для демонстраций. Посередине чистого листа он написал имя «Зебра» и обвел кружком. — Давайте на секунду забудем про Бергитту Мэдберг, — сказал он. — Я знаю, что это может быть и ошибкой, причем руковой. Но логической связи между ней и Харриет Болсон нет. Может быть, преступник один и тот же, может быть, нет. Мы не знаем, но я хочу подчеркнуть, что мотивы этих двух преступлений совершенно различны. Если не думать о Бергитте Мэдберг, связь между Харриет Болсон и «Зеброй» лежит на поверхности, аборты, допустим, что мы имеем дело с группой людей. Сколько их мы тоже не знаем. В общем, с группой, которая из каких-то религиозных соображений вершит суд над женщинами, сделавшими аборт. Я употребляю слово «допустим», потому что мы, как уже сказано, не знаем точно. Мы знаем только, что гибнут люди, гибнут животные, горят церкви. И все это выглядит, как хорошо спланированная операция. Харриет Болсон привезли в церковь в Афреныстаде, чтобы убить, а потом сжечь. Церковь в хурупе подожгли, чтобы просто-напросто отвлечь внимание, что, кстати, удалось, может быть, даже лучше, чем преступники того ожидали. Я, к примеру, довольно долго не мог понять, что горят две церкви сразу. Кто бы это все ни делал, в таланте организатора ему не откажешь. Все спланировано очень и очень грамотно. Он обвел взглядом собравшихся и сел. Допустим, опять же, что все это своего рода обряд, ритуал. Все время присутствует один и тот же символ — огонь. Горящие звери, ритуал, жертвоприношение. Харриет Болсон в буквальном смысле слова казнили перед алтарем. Все признаки ритуального убийства. На ее шее украшение в форме сандалии. Стефан Линдман поднял руку. Я все думаю насчет этой записки с ее именем. Если считать, что они адресовали ее нам, зачем? Не знаю. Не указывает ли это на то, что это все-таки какой-то помешанный? Он вызывает нас на дуэль. Хочет, чтобы мы начали за ним охоту. Может быть и так. Но сейчас это совершенно не важно. Я боюсь, что зебре грозит та же участь, что и Харриет Болсон. В комнате стало тихо. Вот такое положение, — сказал он наконец. — У нас нет преступника. У нас нет четкого мотива. У нас нет направления, куда двигаться. По-моему, мы застряли. Никто не возразил. Продолжаем работать. Рано или поздно мы это направление найдем. Должны найти. Совещание наконец закончилось, и все тут же разбежались. У Линды было ощущение, что она всем мешает, но уходить она не собиралась. Через три дня она наконец наденет свой мундир и начнет работать по-настоящему. Но сейчас все это не имеет значения. Ничто не имеет значения, кроме зебры. Она в десятый раз пошла в туалет. На выходе из туалета зажужжал мобильник. Это была Анна. Где ты? В полиции. Зебра не появилась? Дома у нее никто не отвечает. Линда насторожилась. Пока нет. Я очень волнуюсь. Я тоже. Голос Анны звучал совершенно естественно. Не может же она так здорово притворяться. Мне нужно с кем-то поговорить, сказала Анна. Не сейчас, сказала Линда. Я не могу уйти. Пять минут. Я могу подойти к полиции. Тебя сюда не пустят. Но ты-то можешь выйти. Всего на несколько минут. А этот разговор не может подождать? Конечно, может. По голосу было слышно, что Анна сникла. Линда передумала. Хорошо, только недолго. Спасибо. Через десять минут буду. Линда пошла к кабинету отца. Все как растворились. Коридор был совершенно пуст. Отца тоже не было. Она написала записку. Вышла подышать и поговорить с Анной. Сейчас вернусь. И положила на край стола. Взяла куртку и вышла. В коридоре по-прежнему никого не было. Она встретила только ночную уборщицу. Та толкала перед собой тележку с немыслимым количеством бутылочек, баночек, губок и каких-то еще приспособлений. Дежурный разговаривал с кем-то по телефону. Никто не видел, как она покинула здание. Уборщица была родом из Риги. Звали ее Лия. Она начала уборку с дальнего конца коридора. Поскольку во многих кабинетах еще работали люди, она начала с комнаты Курта Валландера. Под столом лежали несколько бумажек. Бросил, наверное, в корзину и промахнулся. Она прибралась, вытерла пыль и вышла в коридор. Глава 49. Линда ждала Анну на улице. Было холодно. Она поплотнее завернулась в куртку. Спустилась к плохо освещенной стоянке, где стояла отцовская машина. Сунула руку в карман. Запасной ключ все еще там. Она посмотрела на часы. Уже прошло больше десяти минут. На улице никого не было. Ни одной машины. Она добежала до водокачки и назад, чтобы согреться. Где же Анна? Прошло уже почти пятнадцать минут. Она встала у подъезда полиции и огляделась. Никого. За освещенным окном двигались тени. Она снова пошла к стоянке. Вдруг у нее появилось неприятное чувство, что за ней кто-то следит. Она резко остановилась и прислушалась. Ветер. Словно нарочно шелестел в опавших листьях. Она резко обернулась и пригнулась. За спиной ее стояла Анна. — Почему ты подкрадываешься? Я не хотела тебя испугать. Откуда ты взялась? Анна неопределенно махнула в сторону полиции. Я не слышала звука машины. Я шла пешком. Линду что-то настораживало. Анна очень напряжена. На лице написано «Страдание». — Что ты хотела сказать? Я только хотела узнать, что слышно о зебре. Мы же говорили об этом по телефону. Линда показала на освещенные окна. Ты знаешь, сколько людей сейчас над этим работает? У всех в голове только одно — найти зебру. Можешь думать, что хочешь. Но я тоже участвую в этой работе. И у меня нет времени стоять и болтать о пустяках. Извини. Тогда я пойду. — Что-то не то, — подумала Линда. У нее в голове сработал сигнал тревоги. Анна выглядела растерянной. Почему-то подкралась. Ее идиотское объяснение. Зачем она ее вызвала? Что-то не то. — Нет, ты не пойдешь, — резко сказала Линда. Если уж ты меня сюда вызвала, говори, зачем. Я уже сказала. — Если ты хоть что-нибудь знаешь о зебре, выкладывай. Я не знаю, где она. Я пришла спросить, нашли ли вы ее, или, по крайней мере, есть ли хоть какие-то следы, ты лжешь. Линда не ожидала такой реакции. Анну словно подменили. Она сильно толкнула Линду в грудь и закричала. — Я никогда не лгу. Но ты просто не понимаешь, что происходит. Повернулась и пошла. Линда, оцепенев, смотрела ей вслед. Анна держала руку в кармане. Видно было, что рука эта чуть ли не сведена судорогой. Что у нее там? Спасательный круг? И почему она так возбуждена? Линда подумала, что надо бы ее догнать, но Анна уже скрылась. Она направилась ко входу, но что-то ее остановило. Нельзя было отпускать Анну. Лихорадочно думала она. Если ее ощущения верны. Если Анна и в самом деле ведет себя чрезвычайно странно, а Линда не сомневалась, что так оно и есть, надо было привезти ее в полицию и попросить кого-то другого с ней поговорить. Ей дали задание держаться поближе к Анне. И она тут же сделала ошибку, упустила ее из виду. Все произошло слишком быстро. Она попыталась принять какое-то разумное решение — вернуться. Или попытаться найти Анну. Она выбрала последнее. Она взяла отцовскую машину, решила, что так будет быстрее. Она поехала по той дороге, по которой только что ушла Анна, но там ее не было. Проехала той же дорогой назад безрезультатно. Была и еще одна дорога к ее дому. Она свернула туда, но Анны и там не было. Анна снова исчезла, уже в третий раз. Она подъехала к ее дому. В окне горел свет. У подъезда стоял велосипед. Шины мокрые, рама тоже еще не высохла. Дождя не было, но на улицах стояли лужи. Линда покачала головой. Что-то удержало ее. И она не стала звонить в дверь. Вместо этого она задним ходом отогнала машину в тень. Как ей нужен сейчас был чей-то совет? Она набрала номер отца, но тот не ответил. Опять где-то мобильник посеял, подумала она с отчаянием. Стефан Линдман занята, так же, как и номер Мартинсона. Линда уже собиралась повторить звонки, как к Аниному подъезду подъехала машина. Темно-синяя или черная? Скорее всего, СААП. Свет в квартире погас. Линда дрожала от возбуждения. Рука с телефоном мгновенно вспотела. Анна вышла, села на заднее сиденье и машина уехала. Линда поехала следом. Она все время пыталась дозвониться отцу, но его телефон не отвечал. На Эстерледен ее обогнал грузовик, явно превышающий скорость. Она пристроилась за грузовиком, время от времени выезжая на осевую полосу, чтобы убедиться, что не потеряла Анну из виду. СААП свернул на дорогу на Косебергу. Линда ехала настолько близко к машине с Анной, насколько решалась. Она попробовала позвонить снова, но выронила мобильник, и он провалился в щель между сиденьями. Они проехали съезд на Косебергскую гавань и ехали теперь на восток. Только перед Сан-Хаммарреном машина свернула. Линда этого не ожидала. Водитель темного СААБа не показал поворот, просто свернул направо. Она проскочила поворот, но не остановилась, пока не доехала до автобусной остановки, развернулась и поехала назад. Но продолжать преследование не решилась. Вместо этого она свернула на первый попавшийся проселок. Через пару сотен метров узкая и ухабистая дорога кончилась. Линда вышла из машины. Здесь, вблизи моря, ветер был сильней. Она нашла в машине фонарик и отцовскую черную вязаную шапочку. «Ну вот, теперь я невидимо», — подумала она, надевая шапочку. Линда хотела позвонить, но обнаружила, что телефон почти полностью разряжен. Поэтому сунула его в карман и пошла назад. Пока не добралась до съезда на Сант-Хаммарен. Она шла очень быстро и сильно вспотела. Было совершенно темно. Она остановилась и прислушалась. Ничего, кроме ветра и отдаленного шума прибоя. Она искала сорок пять минут, блуждая между стоящими довольно далеко друг от друга домами и уже готова была сдаться, как вдруг увидела стоявший между деревьями темно-синий саб. Никакого дома поблизости не было. Она снова прислушалась. Все было тихо. Она прикрыла рукой фонарик и направила свет в окно машины. На заднем сиденье лежал шарф и наушники. Здесь прежде сидела Анна. Она попыталась сообразить, для чего здесь эти предметы, но безуспешно. Посветила на землю несколько тропок, но свежие следы только на одной. Она решила позвонить отцу, но вспомнила, что батарейка почти разряжена, и послала СМС. «Я с Анной позвоню». Погасила фонарик и пошла по песчаной тропинке. Странно, но страха она не чувствовала, хотя понимала, что нарушают одно из самых главных правил. Правило, что им вдалбливали все четыре года в полицейском училище. Никогда не работай один. Никогда не работай без прикрытия. Она в сомнении остановилась, может быть, повернуть? А как отец, подумала она. И тут же у нее зародилось подозрение, что все это она делает с одной-единственной целью — доказать ему, что она тоже кое-что умеет. Вдруг она заметила полоску света между деревьями и песчаной дюной. Она вслушалась. Ветер и прибой, ничего больше. Она осторожно пошла на свет. Одинокий дом с освещенными окнами, никакого жилья поблизости, она снова зажгла фонарик. Прикрыла его рукой и осторожно двинулась к дому. Потом снова погасила. Теперь ей хватало света из окон. Большой сад. Море, похоже, совсем рядом, хотя его и не видно. Интересно, кто владелец этого дома и что Анна здесь делает? Вдруг зажужжал ее телефон. Она вздрогнула и выронила фонарик. Звонил один из ее приятелей по курсу, Ханс Русквист. Он теперь работал в Эскельстуне. Последний раз они виделись на выпускном балу. Я помешал? В трубке была слышна музыка и звон бокалов. Немного прошептала она. Позвони завтра. Я работаю. Пару минут-то мы можем поговорить? Сейчас не могу. Поговорим завтра. Она нажала кнопку отбоя и не спускала с нее палец на случай, если он позвонит еще раз. Подождав пару минут, она сунула телефон в карман. Осторожно, стараясь ничего не задеть, перелезла через забор. Перед домом стояло несколько машин. Вдруг в нескольких метрах от нее открылось окно. Она вздрогнула и присела. За шторой мелькнула чья-то тень. Послышались голоса. Она подождала немного и, крадучись, подошла к окну. Голоса смолкли. Ее не покидало чувство, что на нее кто-то смотрит. Надо уходить, подумала она, с бьющимся сердцем. Мне нельзя здесь быть, во всяком случае, одной. Где-то открылась дверь. Она не поняла, где. Увидела только широкую полосу света на траве. Она затаила дыхание и почувствовала запах табачного дыма. Кто-то стоит на пороге и курит. В комнате вновь послышались голоса. Теперь она ясно их различала, хотя несколько минут ушло на то, чтобы сообразить. Что говорит только один человек. Но интонации были настолько разнообразны, что ей сначала показалось, что голосов несколько. Мужчина говорил короткими фразами, останавливаясь, словно ставя точки. Потом продолжал снова. Он говорил по-английски. Она долго не понимала, о чем он говорит. Какой-то сумбур. Имена. Названия городов. Люлео. Вестерос. Карлстад. Какие-то инструкции, — сообразила она. В этих городах что-то должно произойти. Он постоянно повторял даты и точное время. Линда посчитала в уме. Если что-то должно произойти, то случится это через двадцать шесть часов. Голос был приятный, мелодичный. Но иногда в нем появлялись жесткие интонации, а временами он становился почти визгливым. Линда попыталась представить себе говорящего. Соблазн встать на цыпочки и заглянуть в комнату был велик. Вряд ли кто ее увидит. Но она продолжала стоять в неудобной позе у стены. Вдруг голос там, в доме, заговорил о Боге. У нее схватило живот. То, что она сейчас слышит, — это как раз то, о чем говорил отец. Все эти события имеют религиозную подоплеку. Ей, строго говоря, даже не нужно было размышлять, что делать дальше. Все ясно. Немедленно уходить и позвонить в полицию. Там, наверное, понять не могут, куда она исчезла. Но она не могла себя заставить уйти, покуда голос за окном говорил о Боге и о том, что произойдет через двадцать шесть часов. Что он хотел сказать? Что-то о великой милости, ожидающей мучеников. Какие мученики? Что это вообще такое, мученик? Вопросов было много. И она слишком глупа, чтобы на них ответить. С горечью подумала Линда. Что он говорит? Что должно случиться? Почему у него такой ласковый голос? Она слушала долго, прежде чем поняла, о чем идет речь. Прошло, наверное, не менее получаса. Впрочем, кто знает, может быть, всего несколько минут. И до нее начал доходить жуткий смысл его слов. Она вся взмокла. Хотя стояла прижавшись к холодной стене. Здесь, в уединенном доме под Сан-Хаммарном, готовился страшный теракт. Причем не один, а сразу тринадцать. И некоторые из тех, кто должен был эти теракты совершить, уже отправились в путь. Он все время повторял. У алтаря и в колокольне. Взрывчатка. Он говорил и о взрывчатке. О фундаментах, о колокольнях. О взрывчатке. Снова и снова. Линда вдруг вспомнила, как отец отмахнулся с раздражением. Когда кто-то пытался ему доложить о краже большого количества динамита. Наверное, это как-то связано. Человек за окном заговорил о том, как важно низвергнуть лжепророков. Что именно поэтому он и выбрал тринадцать соборов. Линду бросало то в жар, то в холод. Она вся вспотела. Ноги затекли и закоченели. Колени ныли. Немедленно уходить. Все, что она услышала, было настолько страшно и дико, что просто не укладывалось в голове. «Этого не может быть», — подумала она. «Здесь, в Швеции. Где-то там, среди людей, с другим цветом кожи, с другой верой, но не здесь». Она осторожно расправила спину. Голос умолк. Она уже собиралась уходить, как заговорил кто-то другой. И она замерла. Он сказал только два слова. «Все готово. Ничего больше. Все готово». Но это был нечистый шведский. Она словно услышала голос с пропавшей звукозаписи. Ее зазнобило. Она ждала, что Тургейр Ланго скажет что-то еще. Но в комнате наступило молчание. Линда осторожно добралась до забора и перелезла через него. Фонарик зажигать она не решилась. Она то и дело налетала на деревья и спотыкалась о камни. Вдруг она поняла, что заблудилась и оказалась где-то в песчаных дюнах. Куда она не поворачивалась, нигде не было видно света, кроме далеких корабельных огней в море. Она сняла шапочку и сунула ее в карман, словно непокрытая голова лучше сообразит, куда идти. Она попыталась вспомнить направление ветра. Может быть, это поможет ей найти дорогу. Она опять вытащила шапочку, надела ее и пошла. Самое главное время — успеть. Надо звонить, иначе она будет блуждать тут до бесконечности. Но телефона в кармане не было. Она ощупала все карманы. Шапочка, — подумала она. Должно быть, она выронила его, когда доставала шапочку. Он упал на песок. Поэтому она ничего не слышала. Она зажгла фонарик и поползла по своим следам назад. Телефона не было. «Я ни на что не гожусь в отчаянии», — подумала она. «Ползаю здесь и даже не могу понять, где я». Она усилием воли заставила себя успокоиться. Снова попыталась сообразить, где она находится. Определив, как ей показалось направление, она двинулась, иногда на секунду-другую зажигая фонарик и тут же его гася. Наконец, она выбралась на нужную тропку. Слева от нее был дом с освещенными окнами. Она отошла от него как можно дальше и с чувством небывалого облегчения побежала к синему Саабу. Посмотрела на часы. Четверть двенадцатого. Время летело незаметно. Ее схватили сзади. Так что она не могла даже пошевелить рукой. Она почувствовала дыхание на щеке. Ее грубо развернули и направили в лицо фонарь. Человек, схвативший ее, не произнес ни слова. Только тяжело дышал. Но она знала и так. Его звали Тургейр Лангоос. Глава пятидесятая. Небо медленно начало сереть. Наступал рассвет. Повязка на глазах пропускала свет, и она поняла, что долгая ночь подходит к концу. И что будет теперь? Все было тихо. Странно. Но кишечник вел себя смирно. Ей пришла эта идиотская мысль именно в ту секунду, когда Тургейр Лангоос стиснул ее своими стальными ручищами. «Прежде чем ты меня убьешь, я должна сходить в уборную. Если здесь в лесу нет уборной, тогда отпусти меня на минутку. Я присяду прямо на песочке. Бумажка у меня есть. А потом зарою, как кошка». Но она этого, конечно же, не сказала. Тургейр Лангоос дышал на нее. Свет в фонаре резал глаза. Потом он оттолкнул ее, повалил, завязал глаза и впихнул в машину. Она ударилась головой о дверцу. Она не могла припомнить, чтобы когда-либо раньше ей было так страшно. Разве что, когда она стояла на парапете моста и вдруг осознала, что ей вовсе не хочется умирать. Вокруг все было тихо. Ветер, шум прибоя. Был ли Тургейр Лангоос все еще здесь, у машины? Она не знала. Она не могла определить, сколько времени прошло. Причем машина уселись двое. Один на место водителя, другой рядом. Машина тронулась. Сидевший за рулем явно нервничал. Или, может быть, куда-то торопился. Она попыталась определить, куда они едут. Вот выехали на асфальт и свернули налево. Скорее всего, на Истад. Потом ей показалось, что они уже едут по Истаду, но вскоре по дороге на Мальмио она сбилась. Внутренняя карта отказала. Они постоянно сворачивали куда-то, меняли направление, съехали с асфальта на граве, потом снова оказались на асфальте, потом машина остановилась, но дверцы не открывались. Никто не произносил ни слова. Как долго она сидела в машине, определить она не могла. И вот, наконец, серый утренний свет начал просачиваться через повязку. Вдруг дверца с грохотом открылась. Кто-то вытащил ее из машины и куда-то поволок, сначала по асфальту, потом по песку. Каменная лестница, четыре ступеньки. Края ступенек были неровными, и она сразу представила себе что-то очень древнее. Потом они вошли в холодное помещение. Потому как гулко отдавались их шаги, она решила, что это церковь. По утихшей немного за долгую дорогу страх вернулся. Теперь ей стало даже еще страшнее, если только такое возможно. Она вспомнила женщину, которую не видела, только слышала разговоры о ней, Харриет Болсон. Ее удавили перед алтарем. Гулки, отдающиеся эхом шаги, по каменному полу открылась дверь. И она спотнулась о порог. С нее сорвали повязку, и она увидела спину Тургейра Лангоуса. Он вышел и запер за собой дверь. Она была в ризнице. Горела лампа, освещая старинные портреты маслом, на которых были изображены печальные священники. Окна закрыты ставнями. Линда поискала глазами дверь в туалет. Туалета не было. Кишечник по-прежнему вел себя спокойно, но мочевой пузырь был готов разорваться. На столе стояло несколько кувшинов для воды. Бог наверняка простит ей, если она использует один из них в качестве горшка. Она посмотрела на часы. Без четверти семь. Суббота. Восьмое сентября. Она услышала звук пролетевшего над церковью самолета, скорее всего, заходящего на посадку. Она проклинала себя за то, что потеряла телефон. Здесь-то, в ризнице, телефона не было. Она, ни на что особенно не надеясь, поискала в шкафах. Нет, конечно, никаких телефонов. Потом попыталась открыть окно. Оно открылось, но ставни были заперты на наружный засов. Она еще раз осмотрела ризницу. В надежде найти какой-нибудь инструмент, но ничего подходящего не было. Дверь открылась, и в комнату вошел мужчина. Линда узнала его сразу. Он был худее, чем на фотографиях, которые показывала ей Анна. На фотографиях, спрятанных в ящике ее письменного стола. Он был в костюме, темно-синяя сорочка застегнута на верхнюю пуговицу, длинные волосы зачесаны назад, голубые глаза, точно как у Анны. По снимкам трудно было понять, до чего Анна на него похожа. Он стоял в тени у дверей, смотрел на Линду и улыбался. — Тебе нечего бояться, — сказал он дружелюбно и подошел к ней, вытянув руки, словно хотел показать ей, что оружия у него нет и что намерения у него самые добрые. И вдруг она поняла. Анна держала руку в кармане, потому что там у нее было оружие. Она затем и вызвала ее, чтобы убить, но не смогла. От этой мысли у нее ослабили колени. Она покачнулась, и Эрик Вестин протянул руку и помог ей сесть. — Тебе нечего бояться, — повторил он. — Мне очень жаль, что тебе пришлось так долго ждать в машине с завязанными глазами. Я также должен извиниться, что придется продержать тебя здесь еще несколько часов. Потом ты свободна. Где я? На этот вопрос я ответить не могу. Важно, чтобы ты не боялась. И еще мне важно, чтобы ты честно ответила на один единственный вопрос. Говорил он самым любезным голосом и улыбался совершенно непринужденно. Линда ничего не понимала. Мне нужно знать, что тебе известно, о чем. Он внимательно посмотрел на нее, все еще улыбаясь. Плохой ответ сказал он медленно. Я бы мог сформулировать вопрос яснее, но не стану этого делать, потому что ты прекрасно знаешь, о чем идет речь. Ты следила за Анной вчера вечером, и ты нашла дом у моря. Линда приняла решение мгновенно. Надо в основном придерживаться правды, иначе он меня раскусит. Выбора нет, — подумала она и высморкалась, чтобы выиграть время. Вот дома-то я и не нашла. Машину в лесу нашла это, да? Но вы правы. Я ехала за Анной. Вид у него был отсутствующий. Она поняла, что... Он обдумывает ее ответ. Она узнала его голос. Это он говорил вчера на невидимом собрании в доме на берегу. И хотя его голос и все его существо буквально источало спокойную доброжелательность, нельзя забывать того, что он говорил. Он внимательно посмотрел на Линду. Значит, дома ты не нашла? Нет. А почему ты следила за Анной? Теперь правду, — подумала Линда, — я очень беспокоюсь за зебру. Что еще за зебра? Теперь он лжет. Делает вид, что не понимает. Зебра — наша общая подруга. Она исчезла. А почему ты решила, что Анна знает, где она находится? А Анна очень нервничала. Он кивнул. Может быть, ты говоришь правду, — сказал он. Придет время, узнаю. Он поднялся, не отрывая от нее глаз. Ты веришь в Бога? Нет, не верю, — подумала Линда. Зато знаю, какой ответ ты хочешь услышать. Да, я верю в Бога. Скоро мы узнаем, чего стоит твоя вера. Как сказано, враг наш истреблен, он, а оставшаяся после них пожрал огонь. Он подошел к двери и открыл ее. Что ж, твое одиночество закончилось, — сказал он. В резницу вошла зебра. За ней Анна. Дверь за ними закрылась. Линда слышала, как повернули ключ в замке. Линда уставилась на зебру, потом перевела глаза на Анну. Что ты делаешь? Только то, что должно быть сделано. Анна говорила ровным голосом, напряженно и враждебно. Она сошла с ума, — сказала зебра. Со стоном, опускаясь на стул, просто сошла с ума. Те, кто убивает невинных детей, и есть сумасшедшие. Это преступление, требующее наказания. Зебра как укушенная вскочила со стула и вцепилась в Линдину руку. Я же говорю, сошла с ума. Анна утверждает, что я должна быть наказана за то, что когда-то, в детстве, сделала аборт. — Я хочу поговорить с Анной, — сказала Линда. — Как можно говорить с психами? — закричала зебра. — Я не думаю, что она сошла с ума, — сказала Линда, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. Она встала перед Анной и посмотрела ей в глаза, лихорадочно пытаясь сообразить, зачем Эрик Вестин оставил Анну с ней и зеброй. Что они планируют? Чего я не понимаю? — Ты же не хочешь сказать, что... — Тоже принимаешь в этом участие. Мой отец вернулся. А с ним вернулась и надежда, которую я почти уже потеряла. Надежда на что? Найти смысл жизни. Бог дал жизни смысл, и я хочу его найти. Линда не верила своим ушам. В глазах Анны она читала то же, что и у зебры, страх. Анна повернулась так, чтобы дверь оказалась в поле зрения. Она боится, что дверь откроется, вдруг поняла Линда. Она панически боится отца. — Чем он тебе грозит? — спросила она шепотом. — Он мне не грозит. Последние слова Анна тоже произнесла шепотом. Это могло означать, что он подслушивает. Это давало ей шанс. Только больше не ври. Мы можем выпутаться, если ты не будешь врать. Только не ври. Я не вру. Линда знала, что у них очень мало времени. Она не стала вступать с Анной в пререкание и что-то доказывать. Если она не будет отвечать на ее вопросы или начнет лгать, тогда дальше Линде придется идти одной. Ты можешь верить во что угодно, но ты не можешь взять на себя ответственность за убийство. Ты что, не понимаешь, во что ты оказалась втянуто? Мой отец вернулся за мной. Нас ждет предназначение. Я-то знаю, что это за предназначение. Ты хочешь, чтобы погибали люди и горели в церкви? Линда видела, что Анна вот-вот сорвется. Теперь только не выпускать инициативы. И если с зеброй что-то случится, тебе всю жизнь будет сниться ее ребенок. Всю жизнь. И никуда от этого ты не уйдешь. Ты этого хочешь? В двери лязгнул ключ. Линда испугалась поздно. Но прежде чем дверь открылась, Анна вынула из кармана мобильный телефон и украдкой сунула Линде. В дверях стоял Эрик Вестин. Попрощалась? Да, — сказала Анна. Я попрощалась. Эрик Вестин коснулся кончиками пальцев и ее лба. Потом повернулся к Линде и зебре. Еще недолго, — сказал он. Час-другой. Зебра с разбегу бросилась на дверь. Линда успела ее перехватить, насильно усадила на стул и удерживала, пока та немного не успокоилась. — У меня есть телефон, — шепнула ей Линда. — Все будет в порядке. Сиди и жди. Они убьют меня. Я знаю. Линда закрыла ей рот рукой. Ты можешь помочь мне только одним — заткнуться. Зебра послушалась. Линда дрожала так, что ей не сразу удалось набрать нужный номер. Послышались длинные сигналы. Она хотела уже дать отбой, как услышала ответ. Это был он. Едва услышав ее голос, он начал рычать. У нас нет времени, — прошепела она. — Слушай, где ты? — Слушай. — Молчи и слушай. Она начала рассказывать, что случилось с тех пор, как она покинула здание полиции, написав ему записку. — Не получал никакой записки, — прервал он ее. — Я сидел здесь всю ночь и ждал твоего звонка. — Значит, потерялась. — Слушай же, у нас нет времени. Она была готова заплакать. После этого он ее уже не прерывал, только тяжело дышал. Каждый вдох был как трудный вопрос. На который он должен немедленно найти ответ. — Это правда? — спросил он. — Каждое слово. Я слышала, что он говорил. — То есть о незаконченной психе, — сказал он зло. — Нет, — возразила Линда, — это что-то другое. Они верят в то, что делают. Для них это вовсе не сумасшествие. — Что бы там ни было, — объявляем тревогу, — мне кажется, в Швеции всего пятнадцать соборов. — Они говорили о тринадцати, — сказала Линда. — Тринадцать башен. — Тринадцатая последняя, — это означает, что начинается Великое очищение. — Что это значит, не спрашивай, и ты знаешь, где ты? — Нет. — Я почти уверена, что мы ехали через Истат, — считала круговые развязки. — Но до Мальмё не доехали. — Остановились раньше. — Какая погода, не знаю. — На что ещё обратила внимание? — Дорога, асфальт, гравий, иной раз вообще какие-то коровьи тропы. — Через мосты переезжали? — Она задумалась, — не думаю. — Какие-нибудь характерные звуки ты слышишь? — Конечно, самолёты. Уже несколько раз над церковью пролетали самолёты. — Самолёты, — сказала она. — Один пролетел совсем низко. — Что ты имеешь в виду низко? — Звук был такой, как будто он шёл на посадку. — Или, может быть, взлетал. — Погоди секунду, — сказал он, и кого-то позвал. Передо мной карта. — Сейчас ты слышишь что-нибудь? — Сейчас нет. — Большие самолёты или спортивные? — По-моему, большие. Во всяком случае, реактивные. Значит, скорее всего, Стуруп. Зашуршали бумаги. Он попросил кого-то связаться с диспетчерской службой аэропорта Стуруп. — Смотрим на карту. — Сейчас что-нибудь слышишь? — Самолёт? — Пока нет. — Можешь описать мне поподробнее, откуда летят самолёты? Колокольня расположена на западе или на востоке? — Откуда мне знать? — он крикнул что-то Мартинсону. Тот, по-видимому, ответил. — Колокольня на западе. Алтарь на востоке. Это как-то связано с воскресением мёртвых. Тогда самолёты летят с юга. Если я смотрю на восток, то они летят с юга на север или на северо-запад, пролетают прямо над церковью. В трубке что-то заскрипело и затрещало. С Линдой ручьями лился пот. Зебра, обхватив голову ладонями, раскачивалась на стуле. Линда снова услышала голос отца. — Сейчас ты будешь говорить с диспетчером в Стурупе. Его зовут Янне Лундваль. Я буду слушать и, может быть, вклиниваться. Ты меня слышишь? Я слышу. Только поторопитесь. Времени почти нет. У него вдруг задрожал голос. Я знаю. Но мы бессильны, пока не поймём, где вы. Она услышала голос Янне Лундваль. — Сейчас попробуем тебя вычислить весело, — сказал он. — Сейчас что-то слышишь? Что отец ему сказал? От его легкомысленного тона ей сразу стало ещё страшней. — Сейчас ничего не слышно. Через пять минут КЛМ будет заходить на посадку. КЛМ, голландская авиакомпания. — Скажи, как услышишь. Прошло несколько томительных минут. Наконец она услышала слабый звук приближающегося самолёта. Слышу. — Ты стоишь лицом на восток? — Да. — Самолёт приближается справа. — Правильно. — Скажи, когда он будет находиться прямо над головой. Дверь заскрипела. Линда прервала разговор, выключила мобильник и быстро сунула его в карман. Это был тур Гейр Лангос. Он стоял молча, глядя на пленниц. Потом вышел, не сказав ни слова. Зебра так и сидела, скрючившись и качаясь на стуле. Только когда он уже вышел, Линда поняла, что момент упущен, самолёт уже пролетел мимо. Она снова набрала номер отца. Голос у него был взволнованный. — Ему так же страшно, как и мне, — подумала Линда. — Ему так же страшно. И он так же, как и я, не имеет ни малейшего представления, где я нахожусь. Мы можем разговаривать, но найти друг друга мы не можем. — Что случилось? Сюда вошли. Тур Гейр Лангос. Я была вынуждена отключиться. О, Боже. Соединяюсь, Янне. Следующий самолёт появился через четыре минуты. Лундваль сказал, что это опоздавший на четырнадцать часов чартерный рейс из Лас-Пальмаса. Сейчас они будут встречать разъярённых пассажиров, — сказал Янна с удовольствием. — Иногда неплохо посидеть в башне, где тебя никто не достаёт. Слышишь? Линда крикнула, когда до неё дошёл слабый звук приближающегося самолёта. — Поступаем так же. Как только самолёт будет прямо над тобой, скажи. Самолёт приближался. Вдруг телефон запищал. Линда глянула на дисплей. Заряд кончался. — Мобильник вздыхает. — Мы должны знать, где ты заорал, отец. — Поздно подумала Линда. Она заклинала телефон. Продержаться ещё чуть-чуть. Самолёт всё приближался и приближался. Телефон пищал и пищал. Наконец она услышала мощный вибрирующий звук двигателей прямо над головой. — Есть! — крикнула она. — Ну вот. Мы тебя и вычислили довольно точно, — сказал Янна Лундваль. — У меня только один вопрос, папо... Что это был за вопрос, Линда так никогда и не узнала. Батарейка села окончательно. Линда отключила его и положила в шкаф, где висели рясы и мантии. Оставалось только надеяться, что отец сумеет понять, где они находятся. Зебра смотрела на неё. — Всё обойдётся, — сказала Линда. — Теперь они знают, где мы. Зебра не ответила. Она уставилась на Линду остекленевшими глазами и вцепилась ей в руку так, что ногтями поранила кожу. Пошла кровь. — Я боюсь не меньше тебя, — подумала Линда. — Но я должна это скрыть. Я должна успокоить зебру. Если она начнёт бушевать, они могут заторопиться. — С чем? — она не знала. Но если Анна рассказала отцу про зебрин аборт, и если именно сделанный когда-то аборт определил судьбу Харриет Болсон, то особо сомневаться в том, что ждёт зебру, не приходилось. — Всё обойдётся, — ещё раз прошептала она. — Они уже едут. Она не знала, сколько времени они ждали. Может быть, полчаса, может быть, больше. Вдруг грохнула дверь. Вошли трое и взяли зебру. Двое других схватили Линду. Они выволокли их из резницы. Всё было так быстро, что Линда даже не пыталась противиться. Руки, державшие её, были очень сильными. Зебра кричала. Крик её временами переходил в бой. Их втащили в зал. Там их ждали Эрик и Тургейр Лангоус. На передней скамье сидели две женщины и один мужчина. Анна тоже была там. Она сидела чуть подальше. Линда попыталась встретиться с ней глазами, но её лицо было как застывшая маска. Или это и в самом деле маска? В церковной полутьме Линда не могла определить. Сидевшие впереди тоже держали в руках нечто, похожее на белые маски. Линду парализовал страх, когда она увидела канат у Эрика Вестина в руках. Сейчас он убьёт зебру, а потом меня, потому что я слишком много знаю. Зебра вырывалась, как пойманный зверь. И вдруг словно рухнули стены. Церковные двери с грохотом распахнулись, цветные витражи по обеим сторонам разлетелись в дребезги. Линда услышала голос в мегафон. Это был её отец. Конечно, это он. Он ревел так, будто не доверял способности мегафона усиливать звук. В церкви все замерли. Эрик Вестин бросился к Анне, схватил и прикрылся ей, как щитом. Она рвалась у него из рук. Он кричал, чтобы она успокоилась, но она его не слушала. Он потащил её к выходу. Она не унималась. Грохнул выстрел. Анна дёрнулась и осела на пол. У Эрика в руке был пистолет. Он недоверчиво посмотрел на дочь и выбежал из церкви. Никто не решился его остановить. Отец во главе целой толпы вооружённых полицейских. Большинство из них Линда никогда не видела. Ворвался в церковь с бокового входа. Тургейр Лангоус начал стрелять. Линда схватила зебру, и они втиснулись между рядами, вжимаясь в пол. Стрельба продолжалась, но Линда не видела, что происходит. Потом внезапно наступила тишина. Она услышала голос Мартинсона. Он кричал, что кто-то выбежал через центральный вход. — Тургейр Лангоус! — подумала Линда. Она почувствовала, как кто-то взял её за плечо. Она дёрнулась, может быть, даже крикнула. Сама того не заметив. Это был отец. — Вам надо уходить отсюда, — сказал он. — Что с Анной? — он не ответил. Линда поняла. Анна мертва. Они, пригибаясь, выбежали из ворот. Вдалеке по дороге мчался тёмный синий саб. Его преследовали две полицейские машины. Они вышли за кладбищенскую стену и опустились на землю. — Всё, — сказала Линда. — Конец. — Никакой не конец, — прошептала зебра. — Я буду помнить об этом всю жизнь. Всегда буду чувствовать этот канат на шее. Снова грохнул выстрел. Потом ещё два. Линда и зебра услышали голоса, какие-то команды. Виск срывающихся с места машин, вой сирен. Потом всё стихло. Линда приказала зебре сидеть на месте. Осторожно поднялась и выглянула из-за стены. Вся церковь была окружена полицейскими. Они почему-то стояли совершенно неподвижно, как на картине, — подумала Линда. Она заметила отца и подошла к нему. Отец взял её руку. Он был очень бледен. — Оба ушли, — сказал он. — И Вестин, и Лангоус. Их надо взять. Он прервался. Кто-то сунул ему мобильный телефон. Он послушал и вернул телефон, не сказав ни слова. Грузовик, гружённый динамитом, взорвался в Домском соборе в Лунде. Сорвал цепи ограждения и врезался в западную колокольню. Полный хаос. Никто не знает, сколько убитых. Но в остальных местах их, похоже, удалось остановить. Двадцать человек уже арестовано. — Почему они это делали? — Потому что верили в Бога и любили Бога, — ответил он. — Не думаю, чтобы Бог платил им тем же. Они помолчали. — Трудно было нас найти, — спросила Линда. — Вообще говоря, нетрудно, — сказал он. — Лундваль дал почти абсолютно точные координаты. Здесь всего две церкви. Подъехали и заглянули в окно. Вновь наступило молчание. Линда знала, что они думают об одном и том же. — Что было бы, если бы она не имела возможности дать им координаты? — Чей мобильник? — спросил он. И она сразу поняла, что он имеет в виду. — Анны. Она все же опомнилась. Они пошли к зебре. Тело Анны грузили в черную машину. Не верю, чтобы он хотел застрелить Анну. Скорее всего, нечаянно нажал курок. — Мы возьмем его, — сказал отец. — Тогда и узнаем. — Зебра поднялась с земли. Ее бил озноб. — Я поеду с ней, — сказала Линда. — Я знаю, что надела глупостей. — Мне будет спокойнее, если ты наденешь форму, и я буду знать, что ты сидишь в машине с напарником и кружишь по истоду. Мой мобильник лежит в песке в Сан-Хам-Марине. — Мы туда кого-нибудь пошлем. Он наберет твой номер и будет ходить туда-сюда, пока песок не подаст голос. Свартман завернул зебру в одеяло. Она забралась на заднее сидение и съежилась в уголке. — Я останусь у нее, — сказала Линда. — А ты-то как? — Пока не знаю. Единственное, в чем я уверена, что в понедельник начну работать. — Передохни неделю, — сказал отец. — Никакой спешки нет. Линда села в машину, и они уехали. Низко над ними пролетел заходящий на посадку самолет. Линда смотрела в окно. Коричневатая глинистая земля, редкие кусты. — Природа уже засыпает, — подумала Линда. — Не в силах оторвать глаз от унылого сконского пейзажа. И что нужно мне сейчас больше всего — это сон. Мне надо выспаться. А потом снова вернуться к невыносимому уже ожиданию. Но теперь ждать осталось совсем чуть-чуть. Невидимый мундир можно будет выкинуть, и надеть вполне видимый и реальный. Надо бы спросить Свартмана, как он оценивает шансы, что они возьмут Вестина и Лангоуса. Но она промолчала. Сейчас ей почему-то это было неинтересно. Потом. Не сейчас. Заморозки. Осень. Зима. Думать она будет. Потом. Она положила голову на зебря на плечо, закрыла глаза и вдруг увидела перед собой лицо Эрика Вестина. В тот последний момент, когда Анна начала оседать на пол. Только теперь она поняла, какое отчаяние было в его лице. Отчаяние и одиночество. Человек, потерявший все. Она снова посмотрела в окно. Эрик Вестин постепенно растворился в жемчужной дымке тумана. Машина остановилась на Маре, Агаттон. Зебра спала. Линда осторожно разбудила ее. Приехали. Мы приехали. Теперь все позови. Глава пятьдесят первая. В понедельник, десятого сентября, в Сконе было холодно и ветрено. Линда не выспалась. Ей удалось задремать только под утро. Она проснулась от того, что отец вошел в спальню и присел на край кровати. Как в детстве, подумала она. Отец всегда присаживался к ней на кроватку. Мать почти никогда. Он спросил, как спалось. Она сказала правду. Спалось скверно. Мучили кошмары. Накануне звонила Лиза Хольгерсон и сказала, что Линда может подождать с выходом на работу еще неделю. Линда запротестовала. Она не хотела больше откладывать, несмотря на все случившееся. Наконец они договорились, что Линда в понедельник возьмет выходной, а во вторник утром явится на работу. Он встал. Мне пора. Чем ты собираешься заняться? Навещу зебру. Ей надо с кем-то выговориться. Честно говоря, и мне тоже. Они провели день с зеброй. У той в квартире непрерывно звонил телефон. Ее одолевали вопросами журналисты. Не выдержав, они сбежали на Марья Гаттон. Малыша взяла соседка Айна Рузберг. Они все время возвращались к одному и тому же. Что случилось с Анной? Может ли кто-то ответить на этот вопрос? Она всю жизнь тосковала по отцу, сказала Линда. И когда он, наконец, объявился, она не хотела даже думать, что он в чем-то неправ, что бы он ни говорил или ни делал. Зебра, всегда веселая и говорливая зебра, молчала. Линда знала, о чем она думает. Она чудом спаслась. И если бы она погибла, вина за это лежала бы не только на Аннином отце, но и на самой Анне. Среди дня позвонил отец и рассказал, что у Генриетта случился нервный припадок. Она пыталась покончить с жизнью, и ее увезли в больницу. Линда вдруг вспомнила ее концерт для четырех вздыхающих голосов. Все, что у нее осталось. Вздохи погибшей дочери на магнитофонной ленте. Она оставила на столе записку, продолжал отец. Пыталась объяснить, почему она так странно себя вела. Она просто-напросто панически боялась Эрика. Он ее запугал до смерти. Сказал, что если она проговорится, то ее и Анну ждет смерть. Все это наверняка чистая правда. И все же ей надо было попытаться как-то дать понять, что происходит. — Она написала что-нибудь о нашем последнем разговоре? — спросила Линда. — За окном стоял Тургейр Лангоус. Она приоткрыла окно, хотела, чтобы он услышал, что она их не выдала. Тургейр Лангоус у него был орудием устрашения. Он очень хорошо знал людей, не забывай. — Какие-нибудь зацепки есть? Скорее всего, мы их возьмем. Розыск объявлен по всему миру. В первоочередном порядке. Но не исключено, что они опять где-нибудь укроются и начнут все сначала. Новые цели, новые последователи. Я не понимаю, кто может за ними идти? Кто может поверить, что все эти убийства угодны Богу? Поговори об этом со Стефаном Линдманом. Ты ведь знаешь, что он перенес тяжелую болезнь? Он мне рассказал, что после этого перестал верить в Бога и пришел к выводу, что человеком управляют совсем иные силы. Может, это как раз то самое. Они следуют за Эриком Вестином, а не за Богом. Вы должны их взять. Мы не можем исключать еще одну возможность. Они могли совершить самоубийство. Но, покуда тела не найдены, надо исходить из того, что они живы. Тургейр Лангоус мог подготовить множество укрытий такого типа, как, скажем, в Раннесхольме или что-то другое. Узнаем, когда найдем. Если найдем. То есть нет ни Эрика Вестина, ни Тургейра Лангоуса. Но главное, больше нет Анны. Линда повесила трубку. Зебра сказала, что эти двое, может быть, уже организуют новую секту. Они уже знали, что есть довольно много людей, готовых следовать за ними. Один из них — этот священник, Ульрик Ларсон из Копенгагена, тот, что угрожал Линде. Он был верным последователем Вестина, готов был выполнить любое его задание. Линда вспомнила слова отца. Пока Вестина не возьмут, ни в чем нельзя быть уверенным. В один прекрасный день груженный динамитом грузовик въедет еще в какой-нибудь собор, как в Лунде. Собор не так-то быстро отстроить. Удостоверившись, что зебру можно оставить одну, Линда проводила ее и пошла погулять. Она присела на пирсе рядом с кафе. Летнюю мебель с веранды еще не убрали. Было довольно холодно, дул резкий ветер. Но она нашла местечко с подветренной стороны. Линда не смогла бы определить, что она чувствует в связи с гибелью Анны. Горечь утраты, либо что-то еще. — Мы так и не успели вновь подружиться, — подумала она. Настоящая дружба осталась там, в детстве. Вечером пришел отец и рассказал, что нашли тур Гейра Лангооса. Он на полной скорости направил свою машину в дерево. Все указывает на самоубийство. Но следов Эрика Вестина пока нет. Линда все думала, не его ли она видела тогда в Лестерпе? Кто залез в ее машину? Оставалось много вопросов без ответов. Впрочем, она разгадала, что значили загадочные папарацци в Аннином дневнике. Принцесса Диана была ни при чем. Просто Анна зачем-то зашифровала слово «папа». Вот и все. Они долго еще разговаривали. Полиция постепенно восстанавливала биографию Эрика Вестина. Обнаружилась связь с загадочной сектой Народный храм и пастором Джимом Джонсом. Все члены секты совершили коллективное самоубийство в джунглях Гаяны. Эрик Вестин — очень сложный человек, и расшифровать его поступки и замыслы нелегко. Но одно совершенно ясно — он не сумасшедший. Сам он считал себя человеком смиренным, если судить по фотографиям, найденным у его последователей. Он мыслил очень логично, несмотря на то, что эта логика в основе своей болезненно. Не сумасшедший, но фанатик. Фанатик, готовый пойти на что угодно, лишь бы достичь цели, в которую он свято верил. Он был готов приносить человеческие жертвы. Он беспощадно расправлялся с людьми, представлявшими с его точки зрения угрозу его великой цели. Считал себя вправе казнить грешников. Он все время искал поддержки в Библии. Все его теории были подкреплены библейскими цитатами. Он был в отчаянии, потому что видел вокруг себя только упадок и зло. Зло и упадок. Поэтому понять его можно, но оправдать нельзя. И чтобы это не повторилось, чтобы легче было заранее идентифицировать людей, готовых взорвать самих себя ради великой христианской цели, ни в коем случае не следует считать Эрика Вестина умалишенным. Умалишенным он ни в коем случае не является, раз за разом подчеркивал отец. Вот и все. Все задержанные предстанут перед судом и затем будут высланы из страны. Полиция во всем мире ищет Эрика Вестина и еще. Наступает осень. Скоро начнутся ночные заморозки и подуют холодные ветры с северо-востока. Они уже собирались ложиться, как вдруг зазвонил телефон. Отец слушал, не перебивая, раз или два, задал короткие вопросы и повесил трубку. Линда увидела, что в глазах его блестят слезы. Умер Стэн Видден. Звонила одна из его подруг, та, с кем он жил в последнее время. Она пообещала умирающему позвонить Курту Валлендеру и сказать, что все прошло хорошо. — Что это значит? — спросила Линда. — Мы со Стэном часто говорили об этом в юности. — О смерти. Мы считали, что к смерти надо относиться как к противнику на дуэли. Даже если исход ясен, можно утомить смерть до того, что у нее только останется сил, чтобы нанести последний укол. Так мы и хотели встретить смерть. Так, чтобы можно было сказать, все прошло хорошо. Он был очень печален. — Хочешь, поговорим? Он зябко пожал плечами. — Да нет, я должен справиться с этим сам. Они помолчали и разошлись. Спать. И в эту ночь Линда тоже долго не могла уснуть. Она неотвязно думала об этих людях, готовых принять мучительную смерть, лишь бы уничтожить ненавистные им церкви. Из рассказов Стефана Линдмана, из того, что она читала в газетах, было ясно. Это вовсе никакие не чудовища. Смиренные, добрые люди, они все время повторяли, что у них были самые лучшие намерения. Они хотели ускорить наступление Царства Божия на земле. Рано утром 11 сентября она явилась в полицию. Было по-настоящему холодно. Дул резкий ветер. Лужи за ночь затянулись тонким литком. Она примерила форму, расписалась в получении необходимого полицейского снаряжения. После этого час говорила с Мартинсоном. Он вручил ей перечень ее обязанностей и график, потом ее отпустили, но она не хотела сидеть дома одна и осталась в полиции. В три часа она сидела в столовой и пила кофе с Нюбергом, плюхнувшимся, не спросив разрешения за ее стол. Впрочем, Нюберг был необычно приветлив. Вошел Мартинсон, за ним ее отец. Мартинсон включил телевизор. — Что-то случилось в Америке, — сказал он. — Что? — спросила Линда. — Не знаю, — сказал Мартинсон. — Сейчас увидим. На экране телевизора стрелка часов отсчитывала последние секунды, оставшиеся до внеочередного сообщения. Входили все новые и новые люди, и к началу репортажа столовая была набита битком. Эпилог Девочка на крыше Позвонили в семь часов вечера 23 ноября 2001 года. Линда, дежурившая в этот день с напарником по имени Экман, приняла вызов. Они как раз предотвратили семейную драку в Сварте и возвращались в Истад. Юная девушка залезла на крышу дома, на западном въезде в город, и собирается прыгнуть. К тому же она вооружена охотничьим ружьем. Руководитель операции приказал всем свободным патрулям прибыть на место как можно быстрее. Экман включил сирену и мигалку и увеличил скорость. На месте уже собралась толпа любопытных. Девочка с ружьем в руке сидела на краю крыши в свете прожекторов. Сундин, отвечавший за операцию, быстро ввел их в курс дела. Машина из службы спасения с телескопической лестницей была уже на месте. Но девочка сказала, что если они начнут поднимать лестницу, она прыгнет. Все было более или менее ясно. Девочка 16 лет, Мария Ларсон, уже несколько раз лежала в больнице по поводу психических нарушений. Живет вдвоем с матерью, алкоголичкой. В этот вечер у нее произошел непонятный срыв. Она позвонила к соседке, и когда та открыла дверь, оттолкнула ее, схватила со стены заряженный дробовик. И патроны. Она знала, что у соседки есть оружие. Хозяина квартиры ждут серьезной неприятности за неподобающее хранение оружия и снаряжения. Но сейчас дело касалось Марии. Сначала она угрожала прыгнуть, потом застрелиться. Потом снова собралась спрыгнуть, пообещав застрелить любого, кто попытается к ней приблизиться. От матери никакого проку не было, она была в стельку пьяна. К тому же был риск, что она начнет орать на дочь и тем самым подтолкнет ее к непоправимому решению. Уже несколько человек пытались говорить с девочкой из чердачного окна о метрах в двадцати от того места, где она сидела у водосточной трубы. За пять минут до этого с ней попытался наладить контакт старый священник, но она направила на него ружье, и он ретировался. Лихорадочно искали какую-нибудь подругу Марии. Может быть, той удастся ее отговорить. Сомнений в том, что девочка может в любой момент привести свою угрозу, в исполнение ни у кого не было. Линда попросила бинокль и посмотрела на девочку. Она сразу, как только получила сообщение, вспомнила, как сама балансировала на парапете моста. Увидев дрожащую, судорожно вцепившуюся в ружье девочку, замерзшие на ее лице слезы, она словно увидела себя саму. За спиной она слышала, как Сундин, Экман и священник прикидывают, что делать дальше. — Я хочу с ней поговорить, — сказала Линда. Сундин сомнением покачал головой. Я когда-то была в такой же ситуации. К тому же, может быть, для нее имеет значение то, что я не намного старше ее. Я не могу подвергать себя риску. Ты еще недостаточно опытна, чтобы понимать, что можно и чего нельзя говорить. К тому же ружье заряжено, и она в полном отчаянии. Может выкинуть все, что угодно. Рано или поздно она выстрелит. — Стоит попробовать, — решительно сказал священник. — По-моему, тоже сказал Экман. Мы ничего не теряем. Сундин засомневался. Может быть, сначала позвонишь отцу и посоветуешься? Линда рассверепела. Он-то какой имеет к этому отношение? Это мое дело, не его. Мое и Марии Ларсон. Сундин сдался, но прежде чем разрешил подняться на чердак, снабдил ее каской и бронежилетом. Жилет она оставила, но каску сняла. Не хотела пугать девочку. Та услышала ее шаги по черепичной крыше и направила на нее ружье. У Линды на секунду возникло ощущение страха. — Не подходи, — истерически закричала Мария. — Я выстрелю и прыгну. — Успокойся, — сказала Линда. Я не собираюсь к тебе подходить, буду стоять здесь и с места не сдвинусь. Просто хочу с тобой поговорить. Что ты можешь мне сказать? — Почему ты решилась на это? Я хочу умереть. — Я когда-то хотела. Это мне и надо было тебе сказать. Девочка не ответила. Линда подождала и начала рассказывать, как она была готова броситься с Виадука и кто ей помешал это сделать. Первой реакцией Марии была злость. Какое-то имеет отношение ко мне. Моя история закончится тем, что я окажусь на мостовой. Уходи. Последние минуты я хочу побыть одна. Линда в отчаянии соображала, что еще она может сделать. Она-то считала, что достаточно будет сказать ей, что она не одна такая, и все будет в порядке. Теперь она поняла, насколько была наивна. Я видела, как умерла Анна, подумала она. Но еще важнее, я видела, как счастлива была зебра, избежав смерти. Она решила продолжить. У тебя есть ради чего жить, сказала она. Нет, мне незачем жить. Кинь мне ружье и иди сюда. Сделай это ради меня. Ты меня не знаешь, я тебя тоже не знаю. Нет. Но я тоже хотела прыгнуть. До сих пор мне снятся кошмары, как я стою на этих перилах. Мертвым кошмары не снятся. Они продолжали говорить. Через какое-то время Линда не могла бы сказать, как скоро для нее время остановилось с того момента, как она высунула голову в чердачное окошко. Через какое-то время она заметила, что девочка начала с ней разговаривать. Голос стал спокойнее, не такой визгливый. Это первый шаг. Я уже обвязала ее невидимой веревкой. Но по-прежнему все было неясно. Линда исчерпала все аргументы и неожиданно для самой себя горько заплакала. И тогда Мария сдалась. Пусть они погасят прожектора, сказала она. Я никого не хочу видеть, особенно мать. Только тебя. И я еще не хочу уходить отсюда. Линда заколебалась. Вдруг это какая-то уловка? Может быть, она хочет, чтобы погазили прожектора и затем прыгнуть? Почему бы тебя не спуститься со мной? Я хочу минут десять побыть одна. Зачем? Почувствовать, как это. Вдруг снова решить жить. Линда спустилась вниз. Прожектора погасли. Сундин засек время. Вдруг на нее мощной волной из темноты нахлынули воспоминания о сентябрьских событиях. Она была счастлива, что работа и новая квартира отнимали столько времени, что ей некогда было вспоминать все происшедшее. Но, может быть, больше всего ей помог окончательно прийти в себя роман со Стефаном Линдманом. Они начали встречаться вне работы, и где-то в середине октября Линда поняла, что влюблена не только она. Сейчас, когда она всматривалась в темную фигурку на крыше, она поняла, что все эти страшные события остались позади. Она все время притопывала, чтобы не замерзли ноги, но еще больше от нетерпения. Неужели Мария передумала? Сундин пробормотал, что осталась одна минута. Потом машина подъехала к дому, подняли лестницу. Двое пожарных помогли Марии спуститься, третий поднялся, чтобы забрать оружие. Линда сказала Сундину и остальным, что обещала, что никто не будет к девочке приставать, и настояла, чтобы ее обещание было выполнено. Когда Мария спустилась на землю, около машины не было никого, кроме Линды. Линда обняла ее, и обе вдруг горько зарыдали. У Линды возникло странное чувство, как будто она обнимает саму себя. Впрочем, может быть, так оно и было. Поодаль стояла скорая помощь. Линда проводила Марию и помогла ей забраться в машину. Под колесами захрустела. Уже начались ночные заморозки. Все по очереди, пожарный, полицейский, священник подошли, чтобы пожать ей руку. Линда и Экман задержались немного, дождавшись, пока уедут пожарные и рассеяться толпа. Тут поступил вызов. Пьяный водитель на Эстерледе. Экман завел мотор. Линда выругалась про себя. Ей очень хотелось вернуться на работу и выпить кофе. Но с кофе придется подождать, так же, как и со многим другим. Она перегнулась к Экману, чтобы посмотреть на термометр. Минус три. Осень в сконе закончилась. Наступила зима. Послесловие. Есть один человек, оказавший мне неоценимую помощь при написании этой книги. Он попросил мне называть имени, поэтому я только скажу, что человек — это женщина-полицейский из Центральной Швеции. Я глубоко благодарен за ее терпение и мудрость. То, что вы прочитали роман, это значит, что я особенно не затруднял себя стопроцентным правдоподобием. В книге встречаются и совсем уж немыслимые утверждения, как, например, что полиция в Истаде якобы оснащена оборудованием для записи всех входящих разговоров. Но, может быть, скоро так и будет. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Март 2010 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ерисанова.